Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на YouTube-канале магазина Squat. И знаете, что я хочу сказать? Давно не виделись, и я очень соскучился. Ну, а что такое скучать? Да, некое чувство ностальгии. И ностальгия тоже бывает иногда не просто потому, что давно не видел, а потому, что когда-то давно было. И сегодняшний наш рассказ как раз о ностальгических скейт-кедах S из 90-х годов. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы. Компания S, с одной стороны, не сказать, что прям такой супер-пионер в скейтбординге, но, с другой стороны, появилась уже достаточно давно, и с середины 90-х годов регулярно изготавливает скейтбордическую обувь, которая, ну, без прикрас, без каких-то личных слов, действительно становится классикой. Если мы возьмем ее супер-классическую модель Axel, вот она здесь, или Assel, по-разному ее можно называть. Модель, которую многие до сих пор называют самой удобной для скейтбординга. Кто-то говорит, что самая лаконичная, хотя с этим я, наверное, поспорил. Но бесспорно здесь одно, что эта модель действительно классика. И в последнее время, когда тренд на вот эти вот большие, в то же время простые кеды начал возвращаться, когда нескейтбордические бренды начали их тоже переупускать, то сразу же все ребята из скейтбординга подумали, а почему бы ни нам не поскрести по с усеком и не достать замечательные модели из 90-х, раз они так востребованы. Сказано, сделано. И поэтому S, начиная с прошлого года, начинает возвращать много своих интересных моделей, многие из которых попадают и на полки нашего магазина. Ну, начнем вот с этой классической модели Axel, про которую я уже рассказывал. Для тех, кто любит, чтобы все было просто, чтобы был вот толстый, больше, наверное, чем мой животик, язычок, чтобы все было так очень просто, без лишних слов, тем эта модель очень понравится. Моя любимая проверка стельки. Стельчика, кстати, здесь может быть имеет смысл заменить на что-то более такое современное, интересное, но в любом случае классная классическая модель. На ее основе, кстати, потом была сделана еще и модель с поддержкой голеностопа, вот с такой вот липучкой сверху, которая тоже в нескольких вариантах здесь представлена. А в начале 2000-х годов, когда один из райдеров, очень любивших эту модель S, катался в Англии зимой, и в той модели ему было холодно, и он решил одеть какие-то прямо ботинки для трекинга. Сами ботинки ему не сказать, что супер понравились, но идея сделать более высокие, более плотные, и даже какие-то более теплые скейт-кеды нашла отражение, и поэтому появилась вот такая вот модель под названием Penny 2. Хотя выглядит она как классические кеды из 90-х, на самом деле появилась она в 2000-х. Появилась и вот недавно возвратилась. Отсылка к Timberland, здесь еще у нас есть видео таких вот кожаных лямок, чтобы было удобнее надевать и снимать эти кеды. Другая модель тоже на основе Axle, это модель Axle Slim, которая тоже представлена в нескольких цветовых вариантах. Лаконичный черный здесь есть, и в похожей гамме у нас еще присутствует модель Stylus. Она немножко отличается от классической модели Stylus, которая выходила в 97-м году. Та была низкой, та была тоже достаточно лаконичной, простой. Здесь ее сделали средним силуэтом, чем-то он не напоминает вторые и третьи Джорданы. Вот такой вот переходящий момент. Я думаю, сделано это не случайно, потому что вот именно эта коллекция, именно эта расцветка, именно такой вариант посвящен канадскому скейтеру Wade Desarmo, если не ошибаюсь, человек его зовут. Да, Desarmo, которому в прошлом году исполнилось или в этом году исполняется 40 лет, и бренд решил ему сделать вот такой вот небольшой подарочек на 40-летие. Как говорят, 40 лет скейтер опять, вот, если не разбился, конечно, в юные годы. И еще модель, про которую тоже хочется рассказать, в трех вариантах, модель S-Silo. Еще одна классическая модель из 90-х. Здесь она представлена два раза в более современном варианте, и есть еще прям реально повторение «Привет 90-е» с толстым язычком, с вставкой из замши. Вот такая вот серая модель. Кто-то скажет, типа, Дим, зима за окном, ты что, нужно про какие-то теплые модели рассказывать? Но мы все время глядим будущее, мы очень верим, что все-таки теплые дни настанут, и поэтому во всех этих моделях можно будет покататься уже в ближайшее время. Хотя, как я уже говорил, если мы говорим про Penny 2, если мы говорим про классический Assel, то, в принципе, это те кеды, в которых можно ходить сейчас. Честно говоря, увидев их спустя долгое время, а в 90-х и в начале 2000-х я огромное время проводил в скейт-шопах, я влюбился снова. На этом, наверное, все, друзья. Скажите, какие у вас ассоциации с брендом S? Ну, нужно сейчас говорить, что S — это по-английски задница, она по-другому пишется. Вот. Что вы думаете о возвращении вот этих вот кед? Мне будет это интересно почитать, ответить на эти ваши вопросы. Ну и рад вас видеть снова. Скоро опять вернемся. До новых встреч! Пока!